Здравствуйте, друзья! С вами Римма, канал Римма Кухня Огород. Сегодня я хочу сделать ролик о том, как я буду консервировать свеклу. Погреб у нас не важно, свекла и морковь там не сохраняются, к сожалению. Поэтому приходится всю свеклу и всю морковь перерабатывать. Морковь я перерабатываю на шинковке, складывая в холодильник, в морозильник. А вот свеклу я делаю в последнее время только так. Так, свеклу я беру, мою, запекаю в духовке. Духовка у нас электрическая. Запекала я эту свеклу полтора часа. Вот она достаточно такая мягкая. Почти что, почти что она допеклась. Шинкую свеклу я обычно двумя способами, два вида делаю. Один вид, это у меня кубиками и обыкновенные, ну как на обыкновенной шинковке. Кубик, у меня просто есть комбайн. Здесь у меня есть такая функция нарезка овощей кубиками. Вот как бы здесь вот я вам показываю вот эти кубики. И вторую часть свеклы я буду делать вот на этой шинковке с крупными ячейками. Эта шинковка тоже идет вот от этого комбайна. Вот моя свекла, видите. И еще там одна чашка большая есть. Всю свеклу мне пришлось запечь. Ну, это не сложно. Зато потом буду скрывать отличные баночки. Вот эти свекла, которые будут кубиками, это у меня пойдет на винегрет, на какие-то салаты. А вот эта вот свекла, которая будет натерта вот на этой шинковке, она у меня обычно идет тоже, как правило, для селедки под шубой. Ну, начнем. Друзья, хочу показать я вам, что банки я буду мыть в посудомоечной машине. Дети нам подарили на юбилей вот такую замечательную посудомоечную машину. Здесь есть программа на 30 минут рассчитанная. Очень прекрасная. 45 градусов сполоскания и помывка посуды. Вот на этом режиме полчаса я буду мыть банки. Вот стоит сейчас самый экономный режим. И здесь используется всего половина таблетки. Друзья, вот почистила я свеклу запеченную в духовке. Вот эту часть свеклы, большую часть свеклы, больше половины свеклы я почистила. И нарезала ее вот такими небольшими вот как бы фрагментами, чтобы когда я пропустила ее через шинковку, чтобы она у меня была вот не длинными как бы полосочками, палочками, а короткими. А вот эту вот я буду пропускать через кубики. Так, вот натерла я. Не натерла, а натерлась, да, можно так сказать, кубиками. Получается вот такие хорошие, ровненькие кубики. Показываю рукой, так удобнее. Очень замечательно работает вот эта терка, которая нарезает кубиками. А вот так получилось свекла, натертая на другой шинковке. Вот что я хотела, чтобы не получились сильно длинные вот эти вот палочки, так скажем. Здесь вот получились средние и меньше среднего. То, что мне и нужно было. Ну, еще раз покажу кубики. Вот они, хорошие, равномерные кубики. Сейчас я буду добавлять сюда соль, сахар, лимонную кислоту и подсолнечное масло. По рецепту здесь идет как? На 1 килограмм очищенной свеклы идет 1 чайная ложка соли, 4 столовых ложки с горкой сахара и 1 чайная ложка лимонной кислоты. Подсолнечное масло уже добавляете по вкусу. Хотите больше, хотите меньше. Но я вот для то, что положено для винегрета, я могу сюда положить чуть больше подсолнечного масла, например, полстакана. А вот сюда, где идет для селедки под шубой, для салата вот этот у меня идет, сюда я положу подсолнечного масла, чуть меньше 100 граммов. Так, положила я соль, сахар, лимонную кислоту и вот наливаю 100 грамм масла. Это для того, чтобы, чисто для того, чтобы не подгорела наша вот эта масса. Ставим на огонь и после того, как закипит, будем варить, тушить, вернее, всего 15 минут. Все то же самое делается и с свеклой, которая предназначена для винегрета, которая у нас порезана кубиками. Сейчас помешаю, хорошенько поставлю на огонь. Процесс тушения свеклы идет, время пошло, тушим мы ее с момента хорошего закипания, как сказать, 15 минут. Крышки поставила, вот, вариться, как говорится, стерилизоваться. Осталось ровно 5 минут до конца тушения свеклы. Сейчас самое время попробовать на предмет соли и сахара. Что-то, может быть, можно добавить, еще нужно по вашему вкусу. По моему вкусу я добавила чуть-чуть, еще 3 столовые ложки сахара. Друзья, прошло ровно 15 минут. Я свеколку под кастрюлькой газ уменьшаю до самого маленького, потому что буду я раскладывать его по банкам, не выключая кастрюльки. Так, вот у меня здесь готова моя воронка. Сейчас буду накладывать готовую свеклу в баночки. Друзья, я забыла вам сказать, почему я люблю больше работать со свеклой, которая была запеченная, а не сваренная. Она получается в меру влажная и в то же время у нее нет лишней влаги. Так все в меру, все хорошо. А если отварная свекла, она все-таки получается влажная. А я вот для салатов люблю, чтобы она была вот такая вот, не сильно влажная и не слишком сухая. Вот это получается самое оно. Накладываем в банки, слегка придавливая, чтобы вышел воздух, который там может остаться. Вот. Следующий сейчас наложим. Разложила по банкам свеклу, которая салатного варианта. Посмотрите, она получается какая яркая, красивая, блестящая. Лишней влаги нет. Друзья, все то же самое делаем и с нарезкой, которая у нас кубиками. Также попробовала у нас соль, сахар. Соли нормально, сахара чуть-чуть добавила, тоже 3 ложки столовых. А это баночки со свеклой для винегрета, нарезаны кубиками. Видите, какая блестящая, красивая и вкусная очень свекла. Закатываем банки и убираем под плед до полного остывания. Вот, друзья, остается только подписать банки. Я обычно, условно, вот у меня идет винегрет, как бы название, под шубой. Это мое условное название. То, что здесь способ нарезки другой. Вот, хочу показать, что я сделала еще неделю назад. Он мне называется борщ с капустой. Иногда, потому что я без капусты делаю. Но в этот раз с капустой. Вот, видите, здесь свекла не запеченная, она просто как бы нарезана в сыром виде и добавлена к массе овощной. Вот она красного цвета получается. Бордового. Не яркого бордового, а просто обыкновенного бордового цвета. Вот, хочу показать, какая получается свекла кубиками. Что она не влажная. Видите, вот какая она хорошая структура. Из заключения хочется сказать, что такой способ не только удобный, но еще и очень, и очень вкусный. Получается отличная свекла, отличного вкуса. И, как говорится, ни одна свекла не пропала, ни одна свекла не пострадала. Все пошло в дело. Ну все, друзья, до свидания. Пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok